Доброе утро, друзья! 19 января 2022 года. Я снова с вами. Это будет, по-моему, четвёртая серия. Я каждый раз, когда натыкаюсь на свои фотографии, у меня сразу шерсть дымом. Меня совершенно не жалко. Пусть мои фотографии будут в Яндексе, в Гугле, где угодно. Пусть люди видят, что даже в Сибири можно расти чудеса. Но получается с точностью до наоборот. Вот фотографии мои на чужих сайтах, те самые сайты, которые заманивают красивыми плодами. А потом начинаешь вникать в это и думаешь, господи, где же у них собственные сады. Но сейчас у меня тема совершенно другая. Я даже не буду акцентировать, какой сайт. Сам принцип я вам сейчас объясню. Итак, прежде чем говорить, о чём пойдёт речь. То есть, смотрите, я на первый же попавшийся в Яндексе нажал на рекламу. Получилась вот такая картинка. Там была картинка, вот она укрупнённая. Найти изображение в Яндексе. Давайте смотреть. Сейчас я вот так поверну специально и давайте смотреть. Вот ясно, что из этих десятков, а может быть и сотен сайтов, интернет-магазинов по продажу саженцев и питомников. Ну сколько тут? Ой-ой-ой-ой. Ага. Вот добрая сотня есть. Вот только один настоящий хозяин этого, этой фотографии. Для чего я это говорю? Сейчас у меня тема совсем другая. Когда-то у нас получилось так. Я хочу, чтобы вы меня очень-очень правильно поняли. Сейчас вернусь немножко назад. А, кстати, там ещё, я ещё раз нажму на Яндекс, ага, сразу не обратил внимания. Сколько мы видели? А вот посмотрите, вот это вот тоже же он. Перевернули вверх ногами, тоже он. Поставили боком, тоже он. Это получается сотни, сотни, сотни. Ну это так, к слову. Для чего я говорю? Наверное, это будет не четвёртая серия, а другая серия. Уже для студентов, может, вторая. Весь смысл моего разговора сейчас поймёте. Итак, значит, на примере Тимирязевской академии вначале мне стало жутко. Закрываю Тимирязевскую академию, но не полностью. Ну согласитесь, что, в общем-то, представьте себе, красивые парки, газоны. Очень здорово всё смотрится, ухожено. Ну подумаешь, что там светится фотография опять Железова. Понимаете, опять фотография Железова. Как так? Ведь они же должны создавать новые сорта. Студенты должны работать не только в лабораториях, в белых халатиках с пинцетиками и скальпелем. Нет. Они просто должны экспериментировать, садить, прививать, скрещивать. Всё это, наверное, есть. Толку нет. Зачем мы жили с фотографией на их сайте? С удовольствием у них совсем туго. Я про это рассказывал. Даже выжил признание от агронома, который торгует саженцами ихними. Что, ну да, у нас нет своих фотографий, потому что у нас абрикосы не продоносят. А саженцы продают. А я никогда не мог понять, нет урожая, зато есть косточки. Откуда? От верблюда. Помните анекдот? Идёт корова пьяная. Корова, ты откуда? От верблюда. Вот так и тут. А как это? Нет урожая, а продают саженцы абрикосовые. А абрикосы не плодоносят. Вот это было. И зацепило меня ещё то, что 25 гектаров отнимают. С этим руководство Тимиревской академии согласилось. Мол, мы на эти деньги будем учить студентов. Но как без земли учить? И я тогда придумал схему такую. Поступает, я коротко, поступает студент в этот самый, в ВУЗ. Ему дают несколько соток земли. И говорят, вот когда они заплодоносят, на 4-5 год, придёт комиссия, вы угостите плодами. И половина экзамена сдано. Нет плодов, значит не получите диплом никогда. До свидания. А вторая половина экзамена будет опять же уже по Железову. То есть Железов придумал новую схему. Это когда они будут обучаться. Обучаться фактически самостоятельно. Всё на них деньги тратить. Просиживать штаны в этих аудиториях. Железов предоставит ещё фотографий. А студент должен, глядя на эту фотографию, взять и от барабанить, что он на ней видит. Увидел перекопанную почву. Сказал, идиотизм и предательство. Пусть перекапывать саду нельзя. Вот так, пятёрка. И так, тысячу пятёрок. И тогда сдал экзамен. Серьёзно, я не шучу. Именно такое. Потому что выпускники этой темирязевки, я с ними связался тем, что дошло до скандала. Ведь абсолютно ничего не знают. Они не знают, что дерево может быть, допустим, заглублено. Корневая шейка и основание штамба гниёт. Листья портятся. Становятся жёлтыми, чёрными. Покрыты этими самыми насекомыми, которые жрут дерево больное. Больное, подчёркиваю. Здоровое дерево насекомые не жрут. А они, оказывается, его ещё и скалесили. А потом они показывают только верхушку одну. Фотографии верхушек, этих же больных листьев. Ничего не знают про историю дерева. Начинают. На дерево допали грибы. Давайте поливать их ядами. Вот настолько примитивно, глупо всё это выглядит. А потом смотришь, что же за специалиста. Выпускники мерязевки. Второй выпускники мерязевки. Третий выпускник мерязевки. А четвёртый не просто выпускник мерязевки. Он ещё и книгу издал, где рассказывает, как здорово дерево будет дольше жить. Дольше не болеть. Наоборот, здоровее. Чем больше обрезать бы летом, осенью, зимой. Я думаю, ну что пишет, а может быть, с сумасшедшего дома сбежал. А у нас же справку не просят, когда начинают книги печатать. И никто их не рецензирует. То есть есть там рецензент, так это такой же самый. И тогда я сказал себе после этой простанной речи. Давайте так. Один из форм обучения. Он не просто получит землю, посадит. Никто ему не даст семена. Никто ему не даст черенки. Никто ему не даст саженцы. Где хочет, пусть достаёт. Надо им в Сибирь приедет с этой темирезовки. Но они-то, если глупенькие, первокурсники, они ещё глупенькие. Он возьмёт в Яндексе. Первое же рекламное, вот как я нажал и что получил. Видели, сколько сотен этих самых фотографий вставляют? А эти сотни купи-продай, а по-другому не умеют. Якобы питомников и интернет-магазинов, которые я называю реанимацией морги для саженцев, они все претендуют на одну и ту же фотографию. Значит, у них никакого сада нет. Продают сами не знают что. Вот так вот. Теперь, после этого, давайте ещё посмотрим. Ну, нажмём на гарантии. Это понятно. Какие гарантии, когда у вас этого сада нет? Вот. Цена средняя. Вот. Так, идём дальше. Дальше, дальше, дальше. Где мы будем сидеть? Каталог, наверное, посмотрим. Ага, вот каталог, так. О! Мы сейчас сразу, чтобы... Вы знаете, Если студент покажет экзаменационной комиссии, представим себе колновидные деревья. А они так усыпаны такими огромным количеством плодов, яблони, груши, абрикосы, сливы, череши, персики. Вот. Он шестёрку получит. Из пяти баллов он получит шестёрку. Вот. И тогда ему надо где-то их раздобыть. Ну, пусть родители помогут. Может быть, будет по ночам, как в моё время, по ночам эти железнодорожные составы разгружать, с углём, с мешки, с солью. Я разгружал составы с этим самым... с туристым натрием, я до сих пор помню, для алюминиевого завода. А вот это именно тогда студенту надо найти, чтобы заработать пять плюсов. И он нажмёт колновидные деревья. Нажал. Вот. Видите? После этого мы будем смотреть. О-о-о! Знакомые все лица. На эту фотографию экономили время. Претендуют сотни сайтов. На эти сотни сайтов. Значит, сотни сайтов. Он все их взял из интернета. Сотни, сотни. Вот. Вот эти вот сказки. Вот эта вот фотография, я коротко. Значит, она сделали крупный план. Так. На самом деле здесь справа, вот, вырезали, отрезали штамп. Это просто обычная ветка, связанная с обычной грушей. Вот я про это сто раз рассказывал. Это раз. Второе. Посмотрите внимательно. Если студент, не дай Боже, купит это дерьмо. Меня ругают за такие слова. Вот это дерьмо. Не дай Боже, купит вот это дерьмо. Вы представляете? Это же рекламный снимок. Разместить вот это вот. Тут не стопроцентная смерть. Тут 200 процентов, что она сдохнет. Это как можно вот этим торговать? Что вы, это же невыносимо, невероятно. Такое впечатление, что они садятся в этом жизни, никогда нормальных не видели. И давай, 600 рублей, 600 рублей, на тысячу умножим уже, больше полмиллиона. И на этом зарабатывать? Ни стыда, ни совести. Ну, вернулись обратно. Ой, Боже, это ужас какой-то. Так вот, общее понятие. Видите тут, какие красивые рисунки? Общее понятие. Итак, здесь много посвящено груши. Запомните, студенты, будущее, чтобы вы не купились на это. Никогда, нигде, на всей планете не удалось вырастить ни одной колоновидной груши. Нету их в природе, не существует. Вот, вот эти убожища, которые вы видите, это только для дураков. Ясно? Только для дураков. Красивая картинка, рисунок. Еще показать рисунок? Пожалуйста, смотрите. И вот эти два-три десятка вот этих фотографий, они на сотнях, а уже, может быть, на тысячах сайтов. Ладно. А что это я завелся-то? А давайте чуть-чуть назад вернемся. А давайте на абрикосы посмотрим. Давайте? Давайте. Итак, плодовые деревья. Сверхвыгода. Так, ягодные, малина, земляника, абрикосимия. Куда вы мне делись? Можно заинтересовать. А вот он, абрикос. Итак, друзья мои, поехали. Самое первое место занимает абрикос Академия. Красивая фотография. Вам нравится? Эту фотографию я сделал своими руками. Сейчас я вам ее покажу. Не собирался, но ладно. А кто мне поверит? Внимательно поверитесь. Какие-то особенности где-то, что-то. Вот. Архив Желинова. Почему это показывают? Я уже не ворачиваю саженцы, у меня нет здоровья. Сын, который ворачивал, устроился на завод. Сейчас остатки распродастся и все. Он уже на заводе работает. Все. Нас вот эти вот вшивые, не вшивые, как фальшивые саженцы, довели до полного разорения. У нас в Сибири, вы знаете, какие у нас доходы. Когда-то у меня невозможно было во время продажи пробиться к моему саду. Сейчас полная тишина. Осенью две-три машины подъехали. И сказал себе Сергей, один из лучших садоводов России, знаете что? Я поехал, пошел устраиваться на завод. Я думал, шутят. Нет, устраивался. Все. Садовода больше нет. Да, давайте смотреть. Это единственное в мире, уникальное, с этими до 40 градусов выдерживает вот это все. Видите? Вот. Сейчас мы ее искать будем. Знаете, по ходу. Сейчас буду показывать. Вот эта фотография. Линейка, да? Вот. Вы ее можете обнаружить, не знаю, на сотнях, нет может, на десятках сайтов. Видите? Еще не все. Вот эта фотография на десятках, я скромно говорю, скорее всего на сотнях. Опять моя линейка. Украдена. Это я для студентов говорю. Вот. Вот эта фотография с черными абрикосами. Тоже на десятках сайтов. Вот. Пойдем дальше. Вот эта фотография тоже. И опять линейка их выдает. Это ж моя фирмная линейка. Я когда эту линейку раскрасил, для того, чтобы показать масштаб. Видно по масштабу, что у меня персики мелкие. Вот эта фотография. Я уже отдельный фильм снимал. Целый фильм. Украдена. Вот. Вот эта фотография. Ее назвали «Сибиряк». И она теперь на десятках сайтов. А люди думают, Сибиряк. Значит, в Сибири растет. Украдена. Вот. А вот такие в моей физиономии. Почему-то не воруют. Вот. А люди покупаются на дешевке. Это 600 еще много. Бывает и по 300, по 200 рублей. А они думают, что вырастят. Такое чудо, как у меня, только заплатят в 20 раза меньше. Ага, разбежались. Вот. Еще покажу. Еще покажу. А здесь еще и учебные фотографии. Учитесь, друзья. Учитесь. А вот та самая темлянская академия, о которой я говорил. К сожалению, и этого не будет у них. Жалко. С одной стороны говорю. Жалко. Почему? Потому что прекрасное место. В границах Москвы. Удобное. Все. И хотелось бы, чтобы этот азиус существовал вечно. Но они-то со своей агротехникой, они сами себя загнали в угол. Вот. Они калечат деревья. Учат студентов калечат. Сами калечат. А потом удивляются, что у них, знаете, сколько там паршив было, когда я был. У них было четыре года подряд. Это я услышал диктора телевидения. Четвертый год в Москву заливают дожди. Как нельзя резать деревья, когда дожди заливают. А потом удивляются. Все в грибах. Ладно, отвлекся. Вот эту фотографию присвоили. Да я что, для мошенников только работать должен. Самая знаменитая фотография. Больше всех называется Серафим. Кто-то меняет на название успех, кто-то оставляет название Серафим. Получается, я только на мошенников. А! Вот она, красавица. Тут у меня две, сейчас скажу, какая точка эта. Ну вот эта. Да, вот она. Ну что, сравниваем она и сравниваем вот с этой вот. Нет, это она же. Сейчас, минуточку. Где-то у меня. Ага. Ну вот она, смотрите внимательно. Ну вы согласны, что это она? Или еще раз показываю? Ну, смотрим. Сюда смотрим. Сюда смотрим. Вот, смотрите. Так, ну что, сомнения и кончились, да? Надеюсь. Вот. Ну, кто-то скажет так. Валерий Константинович, вы что? А вообще обнаглели? Это наша фотография. Раз на моем сайте, значит, маяк утвердяет, допустим, кто-то. Да? Вот. И я пишу. Найти, нажимаю. Найти изображение в Яндексе. Я-то свое показал фирменное. Ну, давайте, смотрите. Я один из мировых лидеров у меня случая абрикосов в мире. Скажите, нет, зачем столько сайтов ее присвоили? Разве не так? А? А вы что думаете, это все, что ли? Там еще я видел, их украшают бабочками разными. Вот. Нет, это уже другая. Бабочками разными украшают. Ну, теперь это стираем, стираем, стираем. Так, что получается? Какой-то вывод делаем. Студентам надо быть осторожней. Еще раз. Если вы студент... Сейчас опять я туда вернусь. Где моя фотография? Так, 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 так. Плодовое деревье. Вот. Вот он абрикос. То есть студент должен взять, нажать, сперва левой мышкой, а потом правая мышка и найти изображение в Яндексе. И когда вы увидите сотню сайтов, которые претендуют, вы в этот питомник можете не ехать, потому что никогда у них нет, не было. И, может быть, у них есть абрикосы, но именно таких нет. Вот. Ну, а если он рядом, 20 километров, 100? Может быть, все-таки приедете, но тогда я вам даю совет. Сейчас я говорю всем, но и студентам тоже. Я даю совет. Пожалуйста, кто хочет сэкономить, чтобы бензин зря не сжечь или не тратить деньги на автобус, там, на такси, тогда проще. Звоните и говорите. Значит, уважаемые хозяева, значит, я увидел прекрасную фотографию, написано, цена 600, может, продадите за 500, а могут и согласиться. А потом вы говорите, это, я бы хотел, я студент, я бы хотел побывать, или просто даже не студент, а обыватель, садовод, познакомиться с тем мастером, это же ваши фотографии, конечно, скажут наши, встанут они, это правда говорить. Вот. А вы тогда говорите, ага, значит, я хочу познакомиться с мастером, который это вырастил. Вы знаете, а любой студент, уже маленечко, и будущий студент, уже что-то знает, скажет. Значит, судя по фотографии, это выдающийся сорт мирового уровня. Значит, вы создали такое чудо, пожалуйста, дайте мне данные, или, чтобы я мог приехать, и меня принял тот великий садовод, который это создал, эту фотографию. Вот. И вам что ответят? Вы знаете, он болен, это еще будут пытаться выпиваться, он болен, или у него ковид, или это, нет, к сожалению, он в командировке в Испании, учит испанцев выворачивать саженцы. Вот. А тогда вы говорите, ну хорошо, давайте так, я еду за саженцами, так, но мне нужно, я живу севернее на 200, на 500 километров, не погибнет, он не замерзнет, вам ответят, нет, не погибнет, не замерзнет. Тогда вы спросите или скажете, знаете, спасибо, успокоил, но все-таки я, это, мне бы хотелось знать, на что привито. Вот тут, конечно, будет заминка, тот, кто будет отвечать, как правило, некомпетентные люди, и вы уже почувствуете какую-то непонятность. Я не говорю про этот, именно этот сайт, я говорю про любой из этих, про любой. Это просто мне под руку попался, раз мой фотографий присвоил, поэтому он мне на языке. А так любой вам должен, ну, ответы сильно разъясняться не будут. Вот. Если попадется грамотно, скажут это. Вот, допустим, в НПО Селябинске никогда не говорят, что привито на вишню, потому что 2-3 года и прощай дерево, так. А поэтому вопрос, а на что привито, очень важен, очень важен. И вот тут уже надо идти до конца. Например, вы живете за 500 километров, некоторые заказывают за 1000 километров, Сергей Железов, мой сын, значит, заказал, хотел расширить это самое количество, количество сортов. Заказал Крыму персики и яблони. Все самое роскошное. Присла посылка уже с листьями и все это погибло сразу. Одни, а другие на следующий год. То есть персики сразу мертвые, а яблони на следующий год. Вот, поэтому сроки надо оговаривать, ну, прежде чем оговаривать сроки, надо вообще решить. Стоит ли брать? Тогда вы задаете самый козырный вопрос. Я живу в 10 километрах, хотя вы живете в 1000 километрах. Тут не грех соврать. Я живу в 10 километрах. У меня машина. Я беру тазики-ведра, я беру ванночки там эти самые разные и приезжаю к вам, чтобы выкопать саженец на месте с корнем и даже волшебную фразу просить. Я плачу двойную цену. Нет, хорошо, я плачу двойную. И все равно он ответит нет. Вы уже догадались, почему. Вот так, таким образом получается сегодняшний наш разговор. Еще раз вернемся обратно. 2007 год, 2008 и 2009. Это рассвет моего сада. Рассвет. Почему? Потому что в 2005 году созгли мой сад на острове. Вот, еще более крутой, как рассказывал соседский шофер, соседский сторож. Подъехали парни на двух мотоциклах и подожгли со всех сторон. А почему не было сделано вспашки противопожарные, это надо вас спросить моих арендаторов. Спрашивать было поздно, сад сгорел. А я вот это вот параллельно занимался у себя на дачном участке в поселке Красный Хутор я занимался экспериментами. Вот результат эксперимента. Я вот вот так надо было поставить. Ой, как неправильно себя показываю. Вот так, вот так, вот так, вот так. Ага. Еще раз. Вот это вот как я увеличивал листья. Вот, это отдельная тема, называют фиксирование. Вот. Сравните с урожаями колновидных яблок. Вы знаете, всегда удивлялся. На переднем плане колновидка, 20 или 30 яблок. И густо-густо, и все, хочу. А на дальнем плане, они же пустые, эти же, такие же стоят. Пустые, а люди в упор не видят. Те рекламщики даже не смогли хитрость применить, так, чтобы не видно было, что фактически сад пустой. Вот. Сколько таких заменяет колновидных в реальности? 100 или 200? Вот это моя яблонька. Это так, к слову. Вот. И вот тут надо будет студентам учиться, учиться и учиться, как завещал. Так. О пользе он должен будет рассказывать задернение. Вот. Не расскажет двойка, а расскажет пятерка. Вот. Ну, это мои колонны. Ну, но яблонь колновидные бывают, не скрываю. Вот. Хотя я считаю, что вот такие деревья, такие вот, это еще до пожара, что вот такие деревья, вот эта трава страшная вещь, страшная, друзья, которая, если поджечь, ведь как меня подверили датар, и, боже мой, я лишился источника дохода, вот, чтобы заниматься вот этой работой, вот этой, вот этой, вот этой. Так, вот эту фотографию я потом покажу. мне пришло письмо, ну, сейчас уже не до этого, что такое черно-севчижико и как он выглядит. Вот. Мой покойный друг вот это произвел. Вот эту фотографию присвоили. Те самые, эту я показывал. Вот. с этой фотографии меня телевидение снимало. Москва. Все изуродовано. Все, все изуродовано. Ужас, я приходил, ходя, это присвоили. Кто называет еще правильно Королевский или придумывает ему название. Вот эта фотография, которая подвела вот тот самый конкретный сайт. Вот. Вот еще не все фотографии показываю. так. Еще не все показываю. Учебные фотографии. Нельзя, вот студенту, это будет одна из тысяч фотографий, которые будут на экзамене у студента. Настоящем экзамене, не этом дурацком. Это самое, билет номер 13. Какая страшная вещь, даже маленькая ранка. То, чего не догадываются те, кто учит делать раны на конце. Ой, мои колонны, колоновитки мои. Вот видите, а одну обязан отрезать, да. Ну, некогда мне все вам рассказать. Я просто говорю, на чем будет основано будущее садоводства. На знаниях, на настоящих знаниях. Кстати, вот так колоновитка спустя несколько месяцев. Вот. Мировые рекорды по колоновитым яблоням. Мировой рекорд. Я не шучу. Подумаю, все бережу. Сейчас, последняя минута отключится, отключится, отключится все этот самый да, через полминуты он сам отключится. Мое посещение НПО, видите, это тоже надо будет рассказать. Там я много чего узнал. Вот. Стал знать больше и стал еще осторожнее. Это здесь абрикосы на вишне приварят, и потом, поэтому и садов-то и нет. мои именитые гости, а когда-то студенты должны будут знать их в лицо. Вот. Бойкова Галина Николаевна, один из основателей Сен-Горского садоводства. Единственный ученый, который принес неоценимую пользу Сибири. Не единственный, а главный ученый. Все, друзья, заканчивается. Жалко. Я, по-моему, еще такое показал. Ой. Сибири.